Я пришла на мастер-класс, Марка. Ну, очень приятно, интересно. Вообще до этого вы что-то про скандинавскую ходьбу не знали? Я три года уже занимаюсь. Вот так на ходу, используя для здоровья, Светлана и еще более 300 мячи провели в воскресенье 21 апреля. В сквере Держинского, в центре Омска, в этот день состоялся фестиваль здоровья и северной ходьбы. Гостей праздника ждали мастер-классы, практические занятия по скандинавской ходьбе и общение со звездными гостями. Проект «Ходи Россия» был организован при поддержке правительства Омской области и прошел в рамках акции «Добропоезд-2019». Смиссия такая, мне кажется, очень благородная. Мы везем с собой людей с ограниченными возможностями, везем экспертов, везем специалистов, везем практические истории, которые люди с ограниченными возможностями, в частности, это и дети, и люди с ДЦП, это сахарный диабет, это адаптивный фитнес для людей-колясочников. Также у нас в каждом городе проходит форум «Моя история успеха», где наши эксперты, скажем так, рассказывают свою историю успеха. Ну и мотивация, о которой никто никогда не забывает, и она действительно является какой-то движущей силой, потому что люди-инвалиды не всегда могут найти в себе силы, смелость для того, чтобы встать и идти дальше. Секретами мастерства, зарядом бодрости и неиссякаемой энергии со всеми гостями мероприятия поделился основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе финский лыжник Марко Кантанева. Когда мы занимаемся скандинавской ходьбой, мы задействуем все мышцы тела. Нагрузка распределяется равномерно, идем вместо двух ног на четырех. Плюс у нас силовая тренировка тоже возможна, если это гимнастика с палками. По словам финского специалиста, наличие в Омске на открытом воздухе тартановой дорожки большой плюс для тех, кто занимается скандинавской ходьбой. В программе также был предусмотрен мастер-класс для людей с диабетом, где все могли проконсультироваться, задать вопросы специалистам, узнать, с чего стоит начать заниматься северной ходьбой, как скорректировать нагрузку и интенсивность занятий при данном заболевании. Это та нагрузка, которая в принципе не отличается какой-то невероятной сложностью, но в то же время люди находятся на улице, то есть это не пыльный зал, движения идут цикличные, то есть это опять же аэробная нагрузка, силовая нагрузка. И все это вместе совмещено просто ходьбой с палками. Но здесь самое основное нужно понимать, чтобы все движения выполнялись правильно. Потому что если просто ходить, как мы говорим, выгуливать палки, то польза она будет только от того, что люди выходят на улицу. Но в 2017 году, когда мы работали в проекте школы скандинавской ходьбы для пациентов с сахарным диабетом, это были научные исследования, результаты которых были переданы в Сеченовский институт. И по этим итогам разрабатывается программа для эндокринологов по России, чтобы можно было рекомендовать скандинавскую ходьбу как метод реабилитации пациентов с сахарным диабетом. Большинство участников мероприятия – это люди старшего возраста. Сегодня они не боятся учиться и открывать для себя новые вещи. Но и молодежь в этот день по достоинству оценила бодрящий эффект северной ходьбы. Мы знаем, что вам 95 лет. Да. Верно? Расскажите, для чего вы сегодня здесь и что получили? Какие эмоции и что полезного? Полезное, во-первых, я появилась в большом обществе, которое меня вдохновило на дальнейшую работу со своим организмом, на оздоровление дальнейшее. Тяжесть и ног переношу на руки. То есть намного легче становится ходить. Просто ощущаю, что вроде как плыву даже. Вот так вот. У нас парк. Больший речек – это тропа здоровья. И мы там ходим с удовольствием. Я надеюсь, что я запомню максимально все. Потому что я начала заниматься скандинавской ходьбой с приходом весны, но не знала абсолютно ничего. То есть, ну, прям совсем новичок. И мне очень полезен сегодняшний день. Если мы распределим вот именно этот вид физической активности по всем районам нашего города и максимально задействуем людей мудрого возраста, вот это будет самое главное достижение этого фестиваля. После торжественной части и мастер-классов о мяче вместе с Ириной Слуцкой и Марко Кантанево прошагали порядка 800 метров по парку для закрепления навыков. Поехали, гостей,飞 Идем, идем, идем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok